Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 31 июля. У нас все так же продолжается декустация редких коллекционных сортов. Вот был 374 Вифлеемский огонь, который вытянул 900 граммов у меня там, ну, без скольки-то, 875 что ли. Я сказала, что это вот такой экзотический сорт, необычный, очень вкусный. А следующий томат, это вот этот, который, этот еще экзотичнее. Еще необычнее, чем тот томат, который имеет очень-очень много названий, но не имеет аналогов. Вот у меня он сейчас подписан как томат чесночный. И в каталоге будет запись о нем номер 540, чесночные. А вообще, я в интернете вот смотрю информацию, у него очень много названий. Чесночная голова, это он же, можете найти. Путешественник из Трансильвании, это он же. Потом, какой-то странник, тоже он же. Потом, Зе Хен, тоже он же. И рейс, рейс томат, это тоже он же. Конечно, всю информацию о новинках я ищу в интернете. Я вам говорила, что вот если сорт новый, который ни разу не видела, я обязательно должна его идентифицировать. То есть, подтвердить, что это именно вот этот томат, именно вот этот редкий экзотический сорт. И, конечно же, я сравниваю вот внешний вид своего выросшего томата. Смотрю на сайтах, вот там, где продают вот эти редкие экзотические томаты. Вот про него написано, хит эксклюзив. Вот здесь он, чесночная голова. Видите, картинка такая интересная. Когда я раньше видела вот эти картинки, реклама там была, он очень дорогой. И когда я видела эти картинки, я думала почему-то, что это просто фейк, что просто заманивают людей. А оказалось, что на самом деле есть такой томат. Видите, написано у них. Плод похож на виноградную гроздь, не нужно резать, отламывать дольками. И в описании. Экзотический редкий сорт томат путешественника. То есть, когда ты идешь в дороге, ты взял его в руку, идешь и кушаешь. Не нужно резать, не нужно ничего. По одной маленькой, вот по такой подолечке отламываешь. А внешний вид похоже на чесночную головку, поэтому и это. И вот видите, написано. Экзотический редкий сорт. Ресетомейт. Томат путешественника. Плоды этого томата удобно брать с собой в дорогу. Можно отломить, сколько надо долек съесть, не повреждая весь плод, который похож на виноградную гроздь. Состоит из отдельных сросшихся долек. В зрелости плоды красные, бесформенные, до 400 грамм. Вкус отличный, применение универсальное. В Болгарии этот сорт распространяется под названием чесновый, чесночный. Сорт происходит из Центральной Америки и не имеет аналогов. Вот сейчас мы будем его дегустировать. Вот на этом сайте, который я вам показывала, там написано до 400 грамм. Но вообще на других, на большинстве, в большинстве других источников указывается вес от 90 до 100 грамм. И только редкие плоды дорастают до 300 грамм. Вот я сейчас тоже специально принесла весы, будем завешивать. И я думаю, что, мне кажется, 400 грамм, это они там слишком, ну, большой вес указали. У меня вот они все вот такие. И вот на нижних кистях, видите какие, 150. От 90 до 100 грамм написано, но могут быть и 300. Но 400 грамм, мне кажется, они не... Вот 126. 120. Вот такие вот томатики, они не крупные. И везде сказано... Сейчас, давайте, установлю треногу. Везде сказано, что у них вкус не сладкий, а именно кисло-сладкий. Что они немножко, как бы, кисловатые. Мы сейчас это проверим. Еще скажу, что количество камер у всех разное. Я вот информацию в интернете прочитала и сама вижу, что от 6, ой, от 3 до 6 и до 10 даже камер, этих... Не камер, вот, а этих вот долек-то. От 5, 6 до 12, 15. Некоторые есть, у которых... Вот, смотрите. Где же? А вот, есть несколько всего, вот, раз, два, три, четыре, пять, пять штучек. Вот такая висит. А есть вот такие плодовитые, у которых раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вот здесь 12. Вот как-то они еще там их разрезают, что видно все семенные камеры. Но вот такую разрезать очень сложно. Еще расскажу смешную историю про этот томат. Он еще только первый раз у меня в этом году. Ну, сразу же такой произошел казус. Когда они цвели, томатом высадили, они были все одинаковые. Потом начинают созревать, формироваться плоды. И когда много на венок, конечно, ходишь и смотришь вот эти зелененькие маленькие завязи, какие они есть. Смотрю, первая кисть, начали какие-то как, ну, изломанные. Вот как бывает после махровых цветков всякие уродливые. Я Кате говорю, я говорю, о, какой-то томат сильно прям это склонен к образованию махровых цветов. Получились, вот там четыре кустика, на всех кустах вот нижние кисти все уродки. Ну, уродки и уродки. Ладно, думаю, раз он новинка, ничего не буду общипывать, посмотрю. Вторые кисти завязываются, опять уродки. Ну, я такая решила. Ну, все, этот сорт у нас новинка. А они же у нас просто по номерам там, на схеме посадки. Я название-то и не видела. Я еще, когда вот показывала первый обзор, когда они были зеленые, я еще зрителям говорю, какие-то странные выросли томаты, похожи на ежевички. Я вообще не знала, что у меня есть этот сорт. Это мне прислали, и я как, ежевички, ежевички. И люди стали писать, что, возможно, это вот этот вот томат странника, или томат путешественника, потом, или вот этот чесночный. Чесночный. И когда я подошла, я действительно посмотрела. А ведь и правда, он очень похож на головку чеснока. Как будто головку чеснока вот так расперло все. И когда я по номеру уже начали созревать, по номеру нашла название, что это действительно у меня чесночный томат. Вот томат, которому нет аналогов. Я подумала, вот надо же, сколько новых сортов. Я такой вообще никогда не видела. Ну, только вот на рекламах, на картинках. И я чуть его не общипала, вот эти вот маленькие плоды, думая, что это из махровых цветов, что это уродцы. Вот из таких уродцев, смотрите, получилась какая красивая томатная ежевика, или томатный чеснок, или что это, не знаю. Сейчас я буду его резать. Сразу все пишут, что он без претензий на первенство по сладости, что он немного у него с кислинкой. Я даже не знаю, как его разрезать. Вот одну часть режешь, а другая все равно остается нетронутая. Вот он, красавчик. Вот видите, сколько. Но я изрезала только три вот этих дольки. А остальные-то, которые в другом месте, они же оказались целые. Их не знаешь даже, как порезать. Сейчас еще одну попытаюсь порезать. А вообще, чтобы попробовать, я сейчас просто вот так вот отломлю. Сделаю, как будто бы я путешественник. Вот иду, в руке у меня помидорка, которая чесночная голова. Действительно удобно, отломил, съел. Кислое. Идешь дальше. Еще маленькую чесноковинку отломил. А это только более сладкая. Все равно кислинка есть. Вот такие они. Вот такие они. Чесночные. Странненькие. Из Транссельвании путешественники. Так, короче. Дегустация. Подводим итог. Очень странные томаты. Разрез делать полноценный. Очень сложно, потому что они не из нескольких. А, я забыла про характеристику. Они высокие, обычные, индетерминантные. Вырастают, как все простые томаты. Только вот такие вот. Написано, что плодоносит до заморозков. Этому еще не могу сказать, не знаю. Написано, что хороший иммунитет к заболеваниям. Но нынче я, вероятно, не узнаю, имеют какие-то сорта томатов резистенты к заболеваниям или нет. Особенно про фитофтуру. Мне даже заикаться грешно, потому что у нас жаркое солнечное лето. Никакого намека ни на фитофтуру, ни на гнили, ни на корневые, ничего нет. Стоит жарище. Поэтому они у меня нынче вообще не болеют. Все здоровенькие, беспятен все. И вот узнать сопротивляемость к болезням я не могу. Все. Единственное, что я поняла, что это редкий сорт, экзотический. Это уже видно я из внешнего вида и из того, что я прожив всю жизнь даже не слышала, что есть такой томат. Все. Вот этот томат, многоликий, у которого несколько имен. Все имена перечислю в описании к видео. На вкус не очень поразил меня. Вот это вот вифлеемский огонь. Конечно, он и сладче, и вкуснее. Но его в дорогу не возьмешь и в карман не засунешь. Все-таки для пикников и для путешествий. Наверное, вот эти томаты действительно подходят. А еще забыла сказать, что он... Естественно, его в госреестре нет у нас. Это не российский. Это вот его какие-то западные селекционеры придумали, изобрели. По-моему, даже с Америки. Где-то пишут, вот, с Гватемалы. Короче, вот первый год у меня томат чесночный. Очень странный. Очень интересный, необычный. На будущий год высаживать буду. Хотя бы для того, чтобы подойти и изумиться, удивиться. До чего же природа, вот, в тандеме с такими селекционерами, со странами, вот, до чего же природа может народить всяких разных видов, всяких растений. Ну, вот смотрите, кто-нибудь думал ли раньше у нас в советские времена, что бывают вот такие помидоры или какие-то двухцветные? Нам даже в страшном сне не снилось ни задница обезьяны, ни какие вот эти вот какие-то странные вещи девушки. Ни таких названий мы не знали, ни помидор. А вот теперь перед нами открылся такой прекрасный, многогранный, изумительный мир разнообразия томатов. И один из самых странных томатов, который я увидела, это вот чесночная голова. Красота!